МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Измаиле, Одесской области, до 14 возросло число раненых после атаки российскими шахедами. Среди пострадавших трое детей. Самому младшему из них три года. Напомню, оккупанты атаковали регион этой ночью. Один из беспилотников попал в жилой дом. Три человека погибли. Как заявил глава областной военной администрации, Олег Кипер целью удара россиян был порт на Дунае. В Румынии подтвердили, что российский дрон нарушил воздушное пространство страны. После обнаружения беспилотников, приближающихся к украинско-румынской границе, жителей Тулчи и Констанцы предупредили об опасности. В регионе была объявлена тревога, а в воздух подняты четыре истребителя. Два Ф-16 ВВС Румынии, а также два Ф-18 вооруженных сил Испании. Силы Министерства национальной обороны с утра проводят в этом районе поиски дрона-нарушителя с помощью авиации и наземных групп. Министерство национальной обороны Румынии решительно осуждает такие нападения, которые осуществляет Российская Федерация по объектам украинской гражданской инфраструктуры, а также считает, что такие действия являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права. Из сообщения Министерства национальной обороны Румынии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На фронте за минувшие сутки произошло 187 боевых столкновений. Как сообщили в генштабе ВСУ, самая сложная ситуация на Покровском направлении, где российская армия совершила 42 атаки, а также на Кураховском. Там украинские военные отразили 36 штурмов. Кроме этого, силы обороны пресекли 20 попыток наступления россиян на Купенском участке фронта, 18 на Торецком, 15 на Лиманском и еще 10 на Краматорском направлении. Авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины в свою очередь нанесли 4 удара по районам сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники противника. Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения. Из сообщения Генерального штаба ВСУ в Фейсбук. 1370 российских солдат ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего же с начала полномасштабного вторжения РФ потери российской армии превысили 649 тысяч. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили за сутки 21 российских танк, 48 боевых бронемашин и 58 артиллерийских систем. Кроме этого, силы обороны Украины сбили 85 беспилотников, а также поразили 60 единиц автомобильной и специальной техники противника. Мобильно-огневые группы ПВО несут круглосуточное дежурство на подступах к Харькову. Их задача нет допускать ударные дроны российской армии в черту города. Как работают ловцы шахедов, видела Наталья Белокудря. На этих кадрах экипаж мобильно-огневой группы готовится к охоте. Когда цель будет обнаружена, у них есть всего несколько секунд, чтобы превратить ударный БПЛ противника в металлолом. Их задача – не пропустить шахеды вглубь территории. Охотниками за шахедами, говорят бойцы, их называют из-за оперативности, точности и маневренности. Действительно, когда мы выезжаем, оружие уже заряжено. Остается только навести на цель и работать. Это действительно оперативно, и мы работаем в тех местах до самой точки подлета. Нацгвардеец 5-й слабожанской бригады с позывным «Бур» присоединился к мобильно-огневым группам в Харьковской области весной этого года. До этого принимал участие в обороне города Часов-Яр и в контрнаступлении в Клещиевке. Прошел обучение в Великобритании. Вот такие пехотинцы с такими баульчиками идут, полное снаряжение. Ну ничего, все держатся, и я тоже. Полтора месяца за границей нацгвардеец учился командовать. Рассказывает, упор в основном делался на лидерские качества курсантов. Много занятий проводилось именно на полигонах, и каждый день им давали новые задания. Этот курс открывает тебя как командира. Тебе никто не дает указания, тебе никто не подсказывает. У тебя есть цель, которую любыми методами ты должен, во-первых, захватить и поразить, а во-вторых, сохранить личный состав. Теперь, когда «Бур» уже получил звание сержанта, у него есть личный состав подчинений, пригодились все навыки, которые он приобрел в Великобритании. Мобильно-огневые группы нацгвардии работают 24 на 7. Их основная задача – защитить небо Харькова и не дать ударным дронам российских оккупантов достичь целей. Она ведь… Даже когда не наш экипаж, а смежный из нашей роты, который стоит рядом на нашей позиции, если мы его где-то не достали, а наши коллеги его действительно сбили, этот шахет, то я не знаю, как вам это сказать. Это приподнятое настроение, адреналин. Даже иногда слезы выступают из-за того, что действительно мы сбили, мы смогли, и этот шахет не разрушил чей-то дом, наше предприятие, не поразил нашу технику, не погиб никто из военнослужащих, не погиб никто из гражданских. Для выполнения боевых задач у мобильно-огневых групп есть все необходимое – техника, боеприпасы и автомобили. В свободное время всем составом проходят отработку разных сценариев атак с неба. Счет сбитых шахетов тщательно документируют, но итоги, говорит нацгвардеец, подведут уже после победы Украины. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой из Харьковской области для телеканала Freedom. На США обрушился один из сильнейших ураганов за последнее столетие – Хелена. В штате Флорида по меньшей мере один человек погиб, сообщает Рейтер. Сотни тысяч домов обесточены. Местами ветер достигает скорости 225 км в час. В нескольких округах штата – наводнения, закрытые школы, предприятия, а также аэропорты. Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом. Президент Украины представил главе Белого дома план победы. Лидеры обсудили детали его усиления, скоординировали позиции, взгляды и подходы. Также деталями плана победы Зеленский поделился с вице-президентом США Камалой Харрис. Она отметила, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину и будет работать над тем, чтобы страна одержала победу в войне, развязанной Россией. История показала нам, что если мы позволим агрессорам, таким как Путин, безнаказанно захватывать земли, они продолжат это делать. И Путин может нацелиться на Польшу, страны Балтии и других союзников по НАТО. Соединенные Штаты не могут и не должны изолировать себя от остального мира, поэтому Соединенные Штаты поддерживают Украину. Не из благотворительности, а потому что это в наших стратегических интересах. Мы продолжим оказывать Украине помощь в сфере безопасности, необходимую для успеха на поле боя. Путин начал эту войну, и он может закончить ее завтра, если просто выведет свои войска с суверенной территории Украины. Мы должны положить конец этой войне. Нам нужен справедливый мир. И мы должны защитить наш народ, украинские семьи, украинских детей и всех от зла Путина. И мы благодарны Америке за то, что она все это время поддерживала Украину. Нам необходимо срочно усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы спасти тысячи жизней и свести российский террор к нулю. Это достижимо. А еще в США прошла встреча в формате «Большая семерка плюс Украина», в ходе которой более 30 стран и Европейский Союз приняли совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины. Владимир Зеленский отметил, этот документ будет способствовать миру в Украине и всей Европе. А президент США Джо Байден добавил, что декларация еще раз подтверждает поддержку Украины, как сейчас, так и в будущем. Детальнее о результатах встречи в нашем материале. Более 30 стран и Европейский Союз приняли декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины. Это произошло на встрече в формате «Группа семи плюс Украина» в Нью-Йорке. В Белом доме это мероприятие называют историческим. Мы стремимся предоставить Украине ресурсы, которые ей нужны, чтобы стать сильнее, чем прежде. Эта война показала, что украинцы могут сделать все, что захотят. Сегодня мы показываем украинцам, вы не одиноки. Вы не одиноки в этой борьбе. Вы не одиноки в восстановлении, которое последует за ней. С подписанной декларацией страны-союзники подтвердили ранее взятое на себя обязательство поддерживать экономику Украины и помочь в ее послевоенном восстановлении, в том числе финансово. Киев, в свою очередь, обязался провести экономическую судебную антикоррупционную реформы и реформу правоохранительной системы. Это совместное обязательство содействовать восстановлению Украины и поддерживать наш путь в ЕС. Оно предусматривает координацию усилий по восстановлению через украинскую платформу доноров, что гарантирует воплощение наших общих идей в реальность. И очень важно, чтобы эта поддержка стала ощутимой уже в этом году. Именно поэтому до конца года запланировано выделение дополнительных финансовых ресурсов с доступом к 50 миллиардам долларов замороженных активов страны-агрессора России, которая принесла нам эту войну. О коллективном займе Украине в размере 50 миллиардов долларов, подкрепленном будущими доходами от замороженных российских активов, лидеры стран G7 договорились в июне. Сначала планировалось, что ЕС и США обеспечат по 20 миллиардов, а еще 10 распределят между собой Великобритания, Япония и Канада. Однако между Брюсселем и Вашингтоном возникли разногласия. США требовали гарантировать, что российские активы, большая часть из которых заблокирована в Европе, останутся замороженными надолго. Но премьер Венгрии Виктор Орбан выступил против, пишет Financial Times. Независимо от того, как будут развиваться события, Евросоюз обязался предоставить Киеву до 35 миллиардов евро. Это около 39 миллиардов долларов. Мы должны обеспечить Украине сильную позицию в переговорном процессе о мире. И именно поэтому интеграция Украины в Европейский Союз является для нас основой наших мирных усилий. И я рада подтвердить, что Европа предоставит до 35 миллиардов евро. Этот кредит будет погашен за счет непредвиденных прибыли от имбобилизованных российских активов. Другими словами, именно Россия платит за ущерб, который она нанесла. Если читать внимательно предложение Еврокомиссии, то можно вычитать, что если другие страны захотят дать больше денег Украине, то ЕС даст меньше, чтобы в результате все равно получить 50 миллиардов долларов. Предложение должно быть поддержано Европарламентом и Советом ЕС. Роксолана Педласа – заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития в колонке для издания «НВ Бизнес». Скорее всего, согласование произойдет до конца 2024 года. Украина будет получать до 5 миллиардов евро в год в рамках безвозвратной ссуды «Большой семерки», отметили в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития. Это примерная сумма годовой прибыли, которая замороженные активы российского Центробанка общей стоимостью почти 300 миллиардов евро генерирует в финансовых учреждениях ЕС. Разрешение на использование западного оружия по военным целям в России может быть принято до начала зимы. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэми в интервью «Голосу Америки». Дипломат акцентировал внимание на том, что ожидает позитивный результат от встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН и группы 20, а также беседы президентов Зеленского и Байдена. Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой трудной зиме 2025 года. Украине уже удалось отвоевать половину захваченных земель. Ей уже удалось выбить Путина с Черного моря. Она пошла в наступление в Курской области и, надеюсь, удержит эти позиции. На самом деле именно сейчас тот момент, ведь мы переходим с осени в зимний период, когда Запад должен продемонстрировать свою смелость и абсолютную преданность. Дэвид Лэми, министр иностранных дел Великобритании, в интервью «Голосу Америки». Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уверен, что Запад должен придерживаться нынешнего курса поддержки Киева. Это необходимо, чтобы Украина выиграла войну. По словам главы польского МИДа, ключ к победе – это финансовая поддержка оборонной промышленности Украины. Мы должны дать президенту Зеленскому средства, чтобы изменить расчеты Путина, и средства для этого финансовые. У Украины есть собственная оборонная промышленность, которой не хватает ресурсов, но есть определенные свободные мощности. И несколько миллиардов долларов могли бы им очень помочь, чтобы Путин понял, что он не может победить. Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши, в интервью MSNBC. Путин боится, что Украине позволят использовать ракеты большой дальности для ударов по военным целям в России. Это подтверждает обновление ядерной доктрины Кремля, заявил министр обороны Литвы Лаурина Скащунас во время встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом. Глава немецкого оборонного ведомства в свою очередь добавил, что Запад не напуган ядерной риторикой Путина. Напомню, накануне кремлевский диктатор заявил, что Россия расширит условия применения оружия массового поражения. Подробнее тему поддержки Украины, а также общее противодействие российской военной агрессии обговорим с гостем. На связи с Фридом Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Центра Объединенная Украина. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Вот уже почти неделю продолжается визит президента Украины в Соединенные Штаты, выступление на Генеральной Ассамблее ООН, встреча с мировыми лидерами, даже аудиенция в Белом доме и многое-многое другое. Как бы вы оценили этот визит в целом и какая площадка, на ваш взгляд, стала главной для Владимира Зеленского? Я считаю, что визит действительно удачный, и он сложный, и он насыщенный. Тем не менее, он опять же еще и такой многосторонний, потому что получается то, что было запланировано, это в первую очередь презентация украинского плана победы, о котором говорили, и который является развитием и дополнением украинской формулы мира, то есть которая построена на международном праве, на уставе ООН, и то есть она очень обоснована. И одновременно с этим происходит множество встреч, но понятно, что внимание приковано к встречам с президентом США, которых даже две было. Происходят встречи с двухпартийными делегациями и Палаты представителей, и Сената. И что, в общем-то, тоже в очередной раз показывает, что двухпартийная поддержка сохраняется, несмотря ни на что, несмотря на то, что есть какие-то якобы вмешательства Украины в избирательный процесс, которого на самом деле не существует, просто фактор Украины, он такой, что его невозможно не учитывать никому из деятелей американской политики, мировой политики. Есть встреча с кандидатами в президенты, ну, как минимум на данный момент точно уже можно говорить о встрече с Камалой Харрис, от демократов, и, кстати, сказать, как по мне, вот это заявление, которое сделала она, когда сказала о том, что она видит, поддерживает то, как Украина видит окончание войны, это очень и очень показательно. Ну, и выступление Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, которое прозвучало, это, как по мне, тоже было очень показательно. Почему? Потому что Украина на самом деле воюет не только за себя. Украина, вот мы уже говорили о том, что формула мира, она на основе международного права, она на основе устава ООН. Украина воюет как раз за то, чтобы эти формулы международного права и устава ООН просто не превратились в набор звуков, в том числе. Поэтому и в его выступлении это очень четко прозвучало, что есть один устав ООН. Нету никаких региональных уставов иранско-российского, китайско-бразильского и прочих, прочих, прочих. То есть все должны быть абсолютно равных условиях, и агрессор должен понести наказание. Потому что иначе получается приблизительно так, как об этом говорил американский историк Тимоти Снайдер, что получилось так, что Россия воспринимается как страна, которая может атаковать, но война против нее должна идти только на той территории, где она атаковала, может наносить удары, а по ней в ответ нельзя наносить удары. И вот как раз Зеленский сказал об этом и говорит о том, что Украина возвращает формат международного права. То есть не интересы превыше всего должны быть для глобальных игроков и для любой страны, а принципы международного права. Поэтому я считаю, что вот этот визит и тем более вот эта поддержка плана, которую мы тут, о чем я говорил, например, по словам Харрис, или то, что президент США Байден сказал, что он 12 числа, он будет лично присутствовать на заседании формате Рамштайн. Вот эти вещи, о которых говорилось в сюжете министра иностранных дел ЛЭМИ, да, то есть это, как по мне, показатель того, что визит очень правильный, и он удался. Дмитрий, ну все же, вот как ни крути, но тема дальнобойных ударов, да, по военным центрам в Российской Федерации остается приоритетной для Украины. Вот практически все европейские союзники Киева, они за это решение, но последнее слово все же остается, наверное, за Соединенными Штатами. Как вы думаете, приблизила ли вот встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом Украину к решению, вот, в пользу Киева? Думаю, что приблизила, тем более, что это не отдельное такое событие, вот эта встреча, потому что Украина на это решение, она добивается его, она работает на него уже очень долго. Вот из такого последнего месяца можно вспомнить, например, что был визит министра обороны Умерова, который приезжал с вполне конкретным перечнем целей и обоснованиями, почему это надо в Соединенные Штаты Америки. Был визит тогда еще министра иностранных дел Кулебы в Европу на встречу министров иностранных дел стран ЕС, где тоже доносилась эта позиция, и, в общем-то, благодаря украинской политике и тому, что велась работа с партнерами, создано такое поле легитимности. Есть соответствующие заявления европейского парламента, есть позиции европейских партнеров и Британии в поддержку снятия ограничений на нанесение ударов по объектам на территории Российской Федерации. Есть вполне конкретные цели. То есть Украина, более того, перед этим себя зарекомендовала как надежный партнер относительно переданного оружия. То есть вот обоснования для отказа или для того, что это нужно прорабатывать, их на самом деле не существует. Но точно так же, как и, допустим, демонстрация того, что Россия не сможет отреагировать. То есть наступление в Курской области оно это очень наглядно показало. И вот это поле легитимности, оно то, на чем может основываться администрация США в принятии этого решения. Оно создано, оно есть. Но тем не менее, да, вот в американской разведке считают, что разрешение Украине бить вглубь России может иметь последствия, да, что Москва может серьезно ответить, применив ядерное оружие, о чем мы уже неоднократно слышали. Вот насколько угрозы Кремля реальны, учитывая, что множество красных, ну, как считает Путин, линии уже давно пройдены. Как вы думаете? Я думаю, что как раз это показывает то, что Путин в большей степени блефует, да, то есть, и опять же, заявления, вот те, та информация о разведках, которые, о заявлениях разведки западных, которые мы видим, она тоже, они на самом деле достаточно осторожны в том плане, что, сказать, там, и как по мне, там скорее речь идет о том, что для того, чтобы эти удары были эффективны, должно быть достаточное количество ракет, которыми бить, да, то есть, это прочитывается между строк гораздо сильнее, чем то, что Путин может отреагировать. И да, действительно, мы уже видели пример, как по мне, вот классический пример, это Крым, по которому всегда рассказывала Россия, что это ее территория, по которой нельзя ничего применять, и сразу же прилетит ядерная бомба в ответ. Это, кстати, говорил, например, Медведев, который все-таки бывший президент и занимает официальные абсолютно позиции, высшие позиции в российской власти. Но, начиная с 2022 года, украинские ракеты западного производства, в том числе, регулярно посещают Крым, развалили штаб Черноморского флота, множество других объектов и оружия, и этого не произошло. Поэтому я думаю, что вряд ли такое решение будет принято. Теперь вот Курская операция, она тоже очень наглядно показала, что тоже ничего не происходит в ответ. И еще один момент. Путин на самом деле боится большой ядерной войны. Не для того строятся дворцы в Еленджиках, чтобы потом устраивать большую ядерную войну. Ну и чтобы дополнить тему, я еще хочу сказать, что Лукашенко продолжает, как преданный вассал Кремля, подыгрывать Путину, и также сказал о ядерных угрозах в сторону НАТО, скажем так. Дмитрий, накануне Владимир Зеленский также посетил Конгресс Соединенных Штатов и встретился с президентом США в Белом доме, где представил план победы Украины. Как вы считаете, удачная эта презентация была? И какие оценки, какие комментарии сейчас есть в западной прессе, в западной политике? Ну, в западной прессе есть разнообразные комментарии. И даже и предварительно были такие, что, мол, как будто бы план не может впечатлить. Но с другой стороны, на самом деле, тут речь-то идет о чем? О том, что план как раз он предметен. Он не о каких-то глобальных вещах. О глобальных вещах как раз есть украинская формула мира. О том, как нужно установить мир и каким образом потом он должен выглядеть. Для того, чтобы больше агрессии не было и как наказать Россию. Это такой момент. Как раз практическое воплощение это вот план победы. Это речь об этом и идет. И то, что о нем сейчас начали писать, скажем так, он даже вызвал к действию таких некоторых аналитиков, которые начали писать статьи о том, что нужно менять подходы к войне и Украине, и Западу. Но там же речь все равно в первую очередь идет о том, что должно быть привлечено больше ресурсов и Украине должны появиться возможности и вступления в НАТО, и в нанесение соответствующих ударов. Так что, как по мне, план абсолютно выполнил свое предназначение. Еще один очень важный момент. Джо Байден в октябре созывает в Германии, как мы уже отметили, Рамштайн на уровне лидеров государств. Вот стоит ли ждать знаковых решений после этой встречи? Может быть, там объявят о разрешении Украине наносить удары по военным целям Российской Федерации? Думаю, что это возможно на самом деле. Почему? Потому что все-таки надо не забывать и контекст американских выборов. И для Джо Байдена тоже где-то, наверное, есть какой-то определенный расчет на историю успеха в этом плане. Это может быть. Хотя, конечно же, говорят и о том, что это может затянуться до конца года, такое решение. На самом деле, если вспоминать о Рамштайнах, то такие яркие объявления были только в первом периоде. Многие вещи мы потом узнаем уже по ходу, после этого. Но сама по себе ситуация поменялась. Опять же, есть российские громкие заявления об изменении вот этого ядерной доктрины, на которые тоже необходимо отвечать. Поэтому, да, вполне может быть, я думаю, что такое может произойти. Дмитрий, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Центра Объединенная Украина был с нами на связи. И мы говорили о поддержке Украины западными союзниками, в частности, о разрешении наносить западным вооружением, дальнобойным вооружением, удары по военным целям на территории Российской Федерации. И у нас есть обновленная оперативная ситуация новости. В Кривом Роге в Днепропетровской области до трех возросло число жертв российской атаки. Из-под завалов достали тела еще двоих погибших. 30 сентября в городе будет объявлен день траура. Российские оккупанты, напомню, ударили по городу ракетами. Повреждены 23 частных дома, 3 девятиэтажки, здания учебного заведения. Пострадали 6 человек, двое госпитализированы в состоянии средней тяжести. Разбор завалов все еще продолжается. Подробнее об этом мы расскажем уже в следующем выпуске новостей. Его не пропустите в 21.00. До встречи на Freedom. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...